Друзья, я вас приветствую! Это мой новый влог, вокальный влог, в котором я тренируюсь и готовлю себя по системе корейских айдолов и тренируюсь себя по таким направлениям, как вокал, рэп-исполнение и танцы. Танцы это отдельное видео, мы здесь сегодня не будем танцевать, мы будем петь. И вот в таком спокойном своем режиме я тренируюсь, пою песни. Сегодня у меня задача достаточно простая. Я просто пою те песни, которые мне нравятся, и они такие певучие, скажем так, их, и под настроение. Я их обычно выбираю, пою, повторю старые, и я еще занимаюсь преподавателем и развиваю себя. И вот это один из таких текущих, плановых, планомерных моих занятий вокальных, которыми я, ну, которые я как бы делаю. И также я снимаю еще свои влоги о выходных днях. Соответственно, сегодня воскресенье, и этот кусочек войдет в выходной влог о том, что я делаю в выходные дни. Ну, то есть, в частности, уикенд, уикенд-влог. О, кстати, может его так и называть, уикенд-влог. Ну, в общем, и суть такая, что поехали, друзья, петь. Я сейчас буду разминаться, петь песни вокальные. И что, что, что? Да, и буду дальше. План какой? Сейчас у меня, да, спеть все песни. Я просто думаю, что-то я вам хотела сказать. У меня просто я тут параллельно записывала еще другие влоги, связанные с танцами совсем, и немножко еще не успела переключиться на вокальную тему, но сейчас я разминаюсь и пою, как бы, песни записываю этот момент, и какие-то по ходу мысли вам, возможно, я скажу, потому что, в принципе, все по плану, как в предыдущих влогах я говорила, у меня идет. Я тренируюсь, тренирую свой голос, тренирую свое звучание пения, но что мне нравится? Я мечтаю учиться у Карины Купер, это вокальный коуч, и Купер Филипп, она исполнитель, да, как артист. Мне нравится ее подход, в котором она говорит, что как тело, дыхание, звук, то есть это все соединено, то есть важно очень следить тоже за всем за этим, за телом, за дыханием, за звуком, то есть нельзя отделить свой голос от просто своей жизни, то есть и я стараюсь как бы рассматривать свой голос со всех точек зрения, то есть из физиологических, то есть чтобы ты был там отдохнувший, в хорошем настроении, ты выспался, то есть вот это вот, да, забота о себе, ты был, ну как сказать, то есть ты, как вам объяснить? В общем, я поняла, что очень на голос влияет много факторов, соответственно, нужно за этими факторами тоже следить, не только там сон, питание, а в целом твой образ жизни, как ты себя ведешь, как ты отдыхаешь и так далее, тому подобное. И вот я сейчас нахожусь в таком комплексном осознании себя, и как мне нужно что делать, то есть какая моя золотая формула, в принципе, моей жизни, соответственно, эта золотая формула моей жизни будет влиять на мой голос и на мой вокал, то есть, соответственно, пока приоритет у меня такой документировать, приоритет вот такой, именно следить за вот этим золотым правилом своей жизни и документировать это, потому что дальше на эту базу своего золотого правила жизни, вот этой стратегии по жизни, когда у тебя и работа, и отдых, и то, и то, и то, и то, все вместе, а не или то, или то, вот. Будет классно настлаиваться уже звучание, голос, свои треки, и мой масштабный-масштабный план, к которому я хочу прийти, стать global artist, то есть развить свой голос настолько, чтобы это было масштабно, вот. Мне прям очень нравится, очень нравится мне голос Кристины Агилеры, как она звучит, вот я сегодня попою, вот. И я использую искусство маленьких шагов, то есть я регулярно, дисциплинированно, постоянно занимаюсь. Как бы не, как бы утруждаюсь, скажем так, то есть не так, что, ой, я устала сильно, заставлю себя и буду делать, нет. Я отказалась от этой стратегии, она вообще в краткосрочной перспективе ты позанимаешься, но в долгосрочной перспективе это только принесет тебе вред. Поэтому я планирую свой месяц, свои недели так, чтобы продуктивные свои какие-то дни, да, в течение месяца, в зависимости от цикла, да, когда там прилива, отлива, ну вот эта вся история женского организма, так скажем, вот. Было все продуктивно, то есть когда я могу, я делаю, когда я не могу, я не делаю, я отдыхаю. Но при этом я смотрю какие-то, например, там, истории успеха звезд, там, службы, то есть я все равно в это погружена. Там я монтирую влог про то, как я это все делаю, все равно относится к этому. И моя задача вот выровнять эту историю, золотое, да, вот это правило, на которое будет уже потом очень легко накладываться мое вот это звучание, и я как артист, потому что ты сначала выстраиваешь вот эту опору, базу своей жизни, и ты потом уже на ней можешь делать все, что угодно. А не так, что ты такой, ой, сейчас вот это, сейчас вот то, то есть и при этом получается очень все интересно. Я же про это еще снимаю блог, и мне это все так вдохновляет, очень нравится. И я думаю, что это мой как бы основной такой посыл в этом занятии на текущий момент. И мне самое очень интересное, что из этого получится, потому что эта картинка есть в голове, и мне осталось эту картинку из головы выгрузить, прожить и поместить ее в реальность. И я уже, чем мне еще нравится вот это то, что я снимаю, у меня есть возможность, будет возможность, и у вас будет возможность как бы отмотать назад и посмотреть, а как же я пела, а как это было. И самое интересное, что уже сейчас на текущий момент можно так сделать, потому что я уже лучше пою, я уже лучше это все делаю, это так классно. Вот, поэтому в шаге год, то сейчас полгода я веду активно блог, и вот этот контент весь выкладываю по всем направлениям, танцы, вокал, песни, а в шаге год, представляете, как это будет. А когда я выпущу свои треки в концепции, в которой, да, я хочу, это же будет вообще вау. И у меня, в принципе, аудитория уже к этому готовится и готова. И я, как бы, у меня есть такой момент, не хочется масштабно, глобально, и вот чтобы вот так, как я замечтала, но при этом я стараюсь смотреть на реальность и соизмерять, да, текущее положение дел, и сделать хотя бы как-то, потому что лучше сделать хотя бы как-то, лучше сделать свой концерт на день рождения на 10 песен, чем вообще никак, например. Вот, и так меня это очень все очень сильно вдохновляет. Вот, в общем, что я хотела сказать, поэтому все, пошла теперь петь. Какие-то еще мысли вам скажу, донесу, а так все у меня по плану идет. Вот. Так, что-то какой-то, наверное, короткий получится у меня вот этот влог. Ну, я спою сейчас песни, брузос вот эту повторю просто, и, и, и... А еще у меня есть одна песня, я успею спеть. Я просто придумала, как обычно, тысячу дел в один день, и у меня получилось, что я... у меня вчера был насыщенный день, вчера суббота была, у меня была съемка, сегодня насыщенный день, и я, получается, параллельно делаю много-много, и немножко у меня, получается, я как бы от сегодняшнего занятия взяла время еще в другой влог записала, там, записала, в общем, для влога по танцам, и получается, что у меня прям 10 минуточек мне не хватает, поэтому я сейчас только спою немножко здесь. Но для меня важно вот это вот хотя бы, как говорится, сделать лучше так, чем вообще никак. Это вообще девиз вообще текущих моих практических занятий. Я пришла, я сняла, я спела, я сделала, я иду, я делаю, потому что иначе это, ну, начнет... Ну, типа, это дисциплина, как хотите это называйте. Вот, но, конечно, при этом нужно все-таки учитывать нагрузку, потому что бегом-бегом и вот так тоже не вариант. Но я просто понимаю, что если я не сделаю сейчас, то у меня вот на следующей неделе, получается, я буду с преподавателем заниматься, а потом через две недели у меня, наверное, не будет занятия, и только потом. То есть у меня как бы очень такой, в общем, скеджул мое. В общем, поехали петь. Bruises. 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 здесь иван фрада сам иван фрада вынеса год а гавы но вот бери он вы им обед Мне так нравится этот момент И мне так нравится Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok